Всем доброго времени суток, с вами Виталий Соколов и это очередной видео урок по созданию игр в среде программирования Делфи. Сегодняшний видео урок, я думаю у нас будет растянут на несколько видео уроков, потому как игра будет в принципе не сложная. Но довольно затратная по времени. Мы с вами будем делать такой некий аналог игры, которая раньше была на восьмибиточных приставках и называлась Батл Сити. Или в просто народе, как ее уже привыкли называть, Танчики. Вот и мы с вами попробуем сегодня создать такую игру. Я заранее подготовил небольшие картинки. Вы можете тоже нарисовать что-то подобное. Графика в игре будет напрямую зависеть от того, насколько красиво вы нарисуете. Нарисуете плохо, будет плохая графика. Например, красивую графику я рисую обычно на флеше. Тогда можно профессиональные игры уже делать. Но для нас главное разобраться с функционалом. Если вы сможете создать ту игру, которую мы с вами сегодня сделаем, то вы в любой момент сможете просто заменить эти картинки, которые плохо нарисованы, на те, которые нарисованы хорошо. И у вас будет профессиональная игра, которую вы сможете продавать на рынке программного обеспечения. Ну вот я нарисовал картиночка, например, вот. Назовем ее 1БМП. Это будет картинка нашей базы. То есть, как только в нее кто-то попадет из соперников, то мы с вами проиграем. Также у нас будут разные виды танчиков. Вот это будет наш танчик, который Т идет. В имени его присутствует Т. И две цифры. Что обозначают эти цифры? Первая цифра обозначает то, в какую сторону повернут наш танк. Если единичка, то он повернут вверх. Если двойка, то он повернут вправо. Если тройка, то он повернут вниз. Если четверка, то он повернут влево. Вторая цифра обозначает номер анимации. Вот если мы сейчас запустим, то вот смотрите, первая анимация выглядит вот так, вторая вот так. То есть, если я буду менять первую и вторую анимацию, то видите, разница только в гусеницах. И создается такое впечатление, что танк движется. Хотя на самом деле это просто два по-разному нарисованных кадра. А это будут танчики наших соперников. Вот такой вот и вот такой. Это будет бонус. Потому как нам нужно будет рассмотреть пример создания каких-то бонусов на карте. Например, в нашем случае этот бонус будет нам делать возможным пробивание брони. Вот, собственно, сама броня. Картинки я нарисовал размера 60 на 60. Вообще, конечно, было бы лучше 64 на 64. Картинки лучше создавать, чтобы цифра была в степени двойки. То есть, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 и так далее. Тогда вам будет удобно подгонять под разные разрешения экрана ваше созданное приложение графическое и, например, игра, как в данном случае. Я изменил размеры картинок, чтобы они у нас тоже были размера 64 на 64. И теперь наши танчики будут идеально подходить под разные разрешения экрана. И еще у нас здесь есть пулька. Размера она у нас... Так, я изменю сейчас тоже, чтобы размер у нее был 64 на 64. Так, изменил. И изменял я размеры через программу Small Photo. В одном из своих бесплатных видеоуроках я уже рассказывал, как этой программой пользоваться. Если вам интересно, то посмотрите. Так, и вот это у нас будут кирпичики. Вот кирпичики и броня. У нас они идут размера 16 на 16. То есть, в каждой клеточке, которая размером, например, будет с танк, может находиться 4 на 4 вот таких вот квадратиков меленьких. Поэтому давайте с вами сделаем, что клеточки в нашем игровом мире будут как раз вот такие вот маленькие. Очень и очень маленькие. По крайней мере, это клеточки объектов. Но пока мы с вами не будем трогать никакие объекты, бонусы и так далее. Сейчас наша задача загрузить картинки вот эти вот, которые относятся к нашему танку. Научить наш танк поворачиваться, двигаться. В нашем искусственном мире. Ну, а дальше мы будем постепенно с вами усложнять задание. Запускаем ту версию Delphi, которая у вас установлена. В моем случае это седьмая версия. Light Edition. И после того, как запускается Delphi с уже открытой формой, мы с вами нажимаем сохранить. Выбираем папочку, которая подготовлена уже для этого. В моем случае это танчики. И нажимаю дважды сохранить. Итак, занимаемся с вами теперь загрузкой картинок в игру. Для этого мы с вами кликаем по форме и переходим на вкладочку Events, то есть события. Это те события, которые могут произойти с нашей формой. Здесь мы находим событие OnCreate, то есть при создании. Это событие при создании у нас срабатывает в тех случаях, когда у нас запускается наша игра или программа. И создается в этот момент форма. И мы можем прописать, что будет еще происходить, когда создается форма. Вот в нашем случае, когда мы запускаем приложение, мы хотим загружать картинки. Вот давайте сейчас это и сделаем. Для этого нам понадобится переменная, которую мы назовем path. Она будет хранить путь к папке, в которой находится наша программа. Поэтому она будет типа string, то есть содержать будет текст. В форм-криете мы пишем следующий код. Path мы присваиваем extract filedir, то есть получить файловую директорию, файловую папку. А в скобочках пишем application.exe name. То есть нам нужно получить папочку, в которой лежит application. Application это наша программа. А exe name это где лежит ее exe файл. Exe файл это файлик, с помощью которого вы запускаете вашу программу. Он есть во всех программах и играх. Именно кликая по нему два раза, вы и запускаете вашу программу. Если вы присмотритесь, то у него стоит расширение exe, то есть execute, запускаемый файл. И ставим точку с запятой. Теперь, зная где находится наша папочка, мы сможем всегда правильно загружать нужные нам данные. В нашем случае это картинки. Создаем массив картинок. Для начала посмотрим, сколько у нас всего картинок получается. Вот, у нас 4 поворота. И для каждого поворота у нас по 2 анимации. Вот давайте сделаем двухмерный массив, который назовем image. Сокращенно, который обозначает image, то есть картинка. Пишем array. В квадратных скобочках указываем размер. Первая цифра. От 1 до 4. Это поворот, который возможен у нас в игре. То есть в 4 стороны может поворачиваться танчик. Вторая цифра. После запятой она идет. В нашем случае будет показывать номер анимации. От 1 до 2. И пишем тип нашего массива. Тип нашего массива будет tbitmap. То есть картинка формата BMP. Дальше в цикле мы с вами будем загружать в этот массив нужные нам картинки. Для этого создадим раздел var в форме 1.create. Пишем var. Это раздел объявления переменных. И пишем переменные, которые нам понадобятся. i, i, j типа integer. И создаем цикл. For i присвоить. От 1 до 4. То есть и это будет у нас своеобразный номер поворота. Дальше пишем. For g присвоить 1 to 2. Это номер анимации. И пишем begin and. Так как здесь будет выполняться несколько команд. Если бы выполнялась только одна, то можно было бы просто ее написать. И не писать begin and end. Итак, пишем имиджи. Это наш массив. И ты, j ты. Присваиваем ему tbitmap.create. То есть мы создаем пустую картинку изначально. И выделяем для нее память. Дальше мы имиджи. И ты, j, и ты. То есть та пустая картинка, которая была создана. Ставим точку и пишем transparent. Присваиваем true. То есть мы включаем прозрачность. Что нам это даст? Весь фон, который находится по углам, рисоваться не будет. Он будет полностью прозрачным. Таким образом мы загрузим только наш танчик. И когда мы его будем рисовать, мы тоже будем рисовать только наш танчик. Его фон, хоть он будет красный, хоть зеленый, хоть какой, он рисоваться не будет. Но учтите, фон должен быть монотонный. То есть одного цвета. Если у вас там будут какие-то оттенки на фоне меняться, то такой фон вы не сделаете прозрачным. Вам придется его все равно затирать и делать каким-то одним цветом. Идем дальше. Теперь, собственно, загружаем нашу картинку. То есть имиджи. И ты, j, и ты. Точка load from file. Загрузить из файла. Пишем path. То есть здесь мы должны прописать откуда и что мы должны загрузить. Вот, мы должны перейти в папочку. А папочка хранится у нас в path. Дальше одинарные кавычки ставим. Ставим слэш. То есть мы с вами должны зайти в эту папочку. Дальше мы там должны найти папочку, которая называется имиджи. Вот. В моем случае я все картинки кинул в папочку имиджи. А здесь лежит мой проект. То есть в папочке с моей программой лежит папочка имиджи. Ставим еще один слэш. Заходим внутрь нее. И поскольку называется на букву Т все эти картинки, то я пишу Т. А дальше идут цифры. Какие это цифры? Я должен написать вот так. Int to str. И. То есть я... И, какой у нас здесь будет, такой мы и переводим в текст. Это будет относиться к имени. То есть если И будет один, то мы загрузим картинку Т1. Один. Дальше пишем снова. Int to str. Но здесь уже жи. То есть мы загрузим, если и один, и жи будет один, например, то мы загрузим картинку Т1. Один. У нас как раз такая картинка, например, вот есть. Так. Ну и обязательно нужно указать расширение файла. В нашем случае это точка БМП. Теперь попробуем запустить наше приложение. Если ошибок не будет, вот. Ошибок никаких не было. Создалась пустая форма. Значит наше приложение с вами отлично работает. Сейчас, в принципе, думаю, должно будет сработать нормально. Так. Посерединке. Так. Все равно не срабатывает. А, ну и плюс 64 нужно добавить. Это обязательно. Так. Ну, надеюсь, на этот раз у нас все сработает уже отлично. Да, вот. Все работает хорошо. Как мы с вами и рассчитывали. И, наверное, в этом видеоуроке мы с вами закончим. Небольшая заготовочка для игры у нас уже готова. А в следующем видеоуроке мы продолжим создавать эту же игру. Нужно уже будет разбросать бонусы, поставить какие-то объекты, преграды. Научить пули убирать эти преграды. Ну и потом уже добавлять различные танки. Которые будут попадаться нам на пути. И которые тоже будут убиваться. Ну и, конечно же, наш танчик и другие танчики при попадании пулей в базу должны будут завершать игру. То есть, будет гейм-овер. Всем пока. С вами был Виталий Соколов. Встретимся в следующих видеоуроках. Подписывайтесь на канал. Заказывайте видеоуроки. Делайте заказы на разработку игр и программ. И обращайтесь по поводу консультаций, которые я произведу. Полностью этот, а также другие видеоуроки вы можете заказать на форуме моего сайта dellgameat.ua.forum По электронной почте okzona1sobacarambler.ru На канале на сайте youtube youtube.com.user.delphi.game А также в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук Группа называется Создание игр на Делфи Ормара Ормара Продолжение следует...